всем привет привет с вами елена пролетела уже неделя с прошлого видео сегодня суббота я всех приглашаю вас к себе в гости поделюсь сегодня с вами покупками небольшой обзор косметики средств которые я использую по уходу за волосами ну а сейчас я буду готовить завтрак такой у меня сегодня ленивый завтрак была упаковка замороженных блинчиков бабушка аня я их с вечера достала из морозилки поставила просто в холодильник поэтому они не замороженные уже разморозили сейчас я их просто положу на сковородку и поджарю в упаковке 6 блинчиков с вишней я иногда покупаю вкусно можно быстро сделать какой-то завтрак или просто перекус разогреваю сковородку буду жарить на подсолнечном масле а что вы готовите на завтрак делитесь со мной в комментариях у меня на завтрак а может быть все что угодно может быть омлет может просто яичница там с колбаской могут быть сырники могут быть блинчики могут быть оладьи но в общем завтраки у меня разнообразная но если честно завтраки я готовлю только когда приезжает маша но или по выходным потому что утром я не завтраку перед работой только пью кофе и с бутербродом ну вот буду жарить на подсолнечном масле и такое количество блинчиков 6 штучек прекрасно уместились у меня в сковородке буду накрывать на стол мы сегодня с машей вдвоем завтракаем поэтому быстренько сейчас накрою тут у меня в кадре мелькают щита уши и усатая мордочка пока у меня нету еще духового шкафа у меня там пространство там стоит у меня микроволновка и да очень любят котики там сидеть у них там постелен коврик и они наблюдают за процессом готовки у меня иногда вот такая красота получается немного поджарила я их готовится очень быстро много времени не занимает поставим сейчас чайник у меня сегодня черный листовой чай со вкусом дикая вишня здесь еще содержится кусочки ананаса ягоды вишни лист брусники листья ежевики и добавлю я еще у меня рассыпной черный чай тоже с добавками честно говоря я уже даже не помню с какими смотрите какой он красивый внутри ананас вишня брусники лист очень насыщенный вкусный чай получается сахар 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Вот там вот, если видите, на заднем плане такой большой флакон белый с дозатором. Приятный такой цитрусовый аромат в нем. И приходится мыть цветными губками, потому что, которые я покупала на Валберис, заказывала черные губки, такие стильные, они подходят под мою мойку. И там же на мойке у меня такой черный крючок я покупала, держатель для губок. Когда они закончились, я закажу в ближайшее время их на Валберис. Ну и, конечно, варочная поверхность тоже требует ухода. Здесь не особо она загрязнена, но протереть все-таки надо. Снимаю комфорты, сейчас буду их мыть. И тем же самым средством для мытья посуды быстренько помою эту поверхность. Она больше, на ней видна вся пыль на черной поверхности, чем каких-то загрязнений. Наношу просто средство на поверхность и быстренько тоже пройдусь по задней стенке. Рабочая поверхность стены, она у меня черная, на ней видны все следы от каких-то там брызги, если готовишь. Вообще, я уже который раз убеждаюсь, что моя вот эта вот рабочая поверхность на стене не очень эффектно смотрится в камере, чем на самом деле. На самом деле она очень хорошо, красиво смотрится. Она не глянцевая, она матовая, и вот эти вот швы на ней не белая, как камера вот передает, а такая тоже покрытие серо-черная. Но вот почему-то каждый раз, когда я снимаю и пересматриваю ролик на камере, ну как-то мне не очень нравится, как это все смотрится. Ну, не знаю, что с этим делать, пока что не придумала. Котики мои решили отдохнуть по разным углам, носились целое утро, сейчас рассоединились. Один сидит в одной стороне, Тима сидит в коридоре, коврики я эти чистила от шерсти, все помыла, перестирала, чистенькие положила. Заново они сейчас на них улеглись. Сегодня у меня, как всегда, стирка, но небольшая. У меня всего лишь один комплект постельного белья сегодня, сейчас я быстренько его развешу. Так как балкона у меня нету, поэтому я на сушилке, прекрасно все у меня просыхает в комнате. А сейчас я вам покажу кое-что интересное. На следующих выходных мы собираемся в гости на день рождения к моей внучке старшей, ей будет 13 лет. Маша уже подготовилась, вот подарочек, я даже не знаю, что она туда запаковала. Вот такой вот букет она сама соорудила за выходные. Мягкая игрушка стечь и какие-то там шоколадки, которые она там крепила на деревянных шпажках. Он достаточно такой тяжелый получился. Вот столько вот шоколадок и всяких еще там конфет. Это будет к основному нашему подарку. Маша решила заранее подготовиться, пока у нее было время на выходных. Вот она тут такое мастерила. Я думаю, что Сонечке очень понравится. Ну а еще я продолжаю делиться с вами средствами по уходу за волосами. Как вы уже заметили, у меня длинные густые волосы. Я их крашу. Краску я беру в Фоберлик. Я вам попозже покажу. Хотя в предыдущих роликах я часто показывала вам, чем я крашу волосы. Ну а сейчас я хочу подробнее остановиться вот на этих двух средствах, которые я в предыдущем ролике или может чуть-чуть раньше показывала при уборке в ванной. Заинтересовались девчонки, поэтому спрашивали и подробнее просили чуть-чуть рассказать. Значит, это шампунь. Здесь литр в упаковке. Шампунь для восстановления и придания объема. Содержит кератин, аргинин и депантенол. Ну, способ применения как обычный шампунь, но после него вот идет бальзам-кондиционер. Тоже литр здесь в бутылочке. Я еще не перелила. Видите, они такие вот тяжелые по объему. Еще не перелила, не нашла им упаковочку. Значит, это восстанавливающий бальзам-кондиционер. Содержит масло ши, кератин и гиалуроновая кислота. Способ применения. Так, нанести бальзам-кондиционер на чистые влажные волосы, распределить по всей длине, избегая прикорневой зоны. Оставить бальзам-кондиционер на 2-3 минуты, затем смыть водой. Ну, в общем, способ применения, как и у всех бальзамов-кондиционеров. А сейчас вот еще такие вот средства. Укрепляющий шампунь. 10 экстрактов растений, аргинин и комплекс витаминов. Улучшает кровоснабжение, стимулирует рост волос, укрепляет волосяные луковицы. Здесь небольшая упаковка. 250 мл. Ну, и вот описание. Ну, пользоваться как обычным шампунем. Шампунь бережно очищает волосы и кожу головы. Способствует нормализации обменных процессов, росту новых волос и восстановлению поврежденной структуры. Увлажняет, укрепляет волосяные луковицы. Увеличивает силу, плотность и жизнеспособность волос. Так, это бальзам-маска укрепляющая. То есть из одной серии. Бальзам-маска укрепляющая против выпадения и для усиления роста волос. Состав тот же самый. Так, ну и применение. На вымытые шампунем волосы нанести бальзам-маску. Массируя, равномерно распределяя по коже головы и волосам. Оставить на 5 минут. Смыть теплой водой. Оптимально использовать бальзам-маску против выпадения в комплексе с шампунем и сывороткой против выпадения. Ну, шампунь у меня есть, сыворотки нету. Потом я еще взяла, пользуюсь, несмываемый кондиционер для волос. Это я после мытья, перед тем, как делать укладку, я наношу кондиционер по всей длине. Ну, уже на корни я не наношу. Так, здесь протеины сои, масла, семян хлопка и здесь объем 150 мл. А, а вот в этом, в бальзаме-маска я не показала, здесь 200 мл. Сейчас, когда холодно и мы носим шапки, вот спрей-антистатик для волос с маслом органы и кератин. Блеск и красота 7 в 1. Вот таким вот я еще пользуюсь, с активным комплексом. Читайте, здесь 150 мл. Многофункциональная формула с активным комплексом. Ну, и таких два средства уходовых я взяла для себя. Дезодорант-спрей невидимый, без пятен и следов. И, ой, и вот такой вот дезодорант-антиперспирант. 24 часа защита. Еще у меня закончились приправы. Забежала в магазин, который у нас возле дома. Купила вот такую вот приправу для салатов. 25 грамм можно салат Цезарь заправлять. Здесь соль, овощи и пряности сушеные. Чеснок, лук репчатый, базилик, тимьян, орегано, перец черный, куркума, лук зеленый, лимонная кислота. Так, взяла такие вот два пакетика для курицы приправа, потому что они маленькие, по 30 грамм. Я пересыплю их сразу в одну баночку. Тоже хотела приготовить курочку. Смотрю, у меня там уже какие-то остатки, поэтому вот пришлось купить. И такой большой пакетик. Здесь в пакете 100 грамм приправа для курицы. Тоже, смотрите, вот состав. С паприкой, чесноком и зеленью. Я уже нашла, куда я их пересыплю. Вот в такие баночки. Эту вот в эту баночку. Две в этих вот в эту. А в эту маленькую насыплю вот для салатов приправу. Надо мне на Валбре заказать такие наклеечки, потому что, да, баночек у меня много. Подписываю, где не видно, невозможно этикеточку приклеить маркером черным. Потому что много баночек одинаковых. И не всегда на первый взгляд видно, где какая приправа. Вот, чтобы не забыть. Я видела, там продаются. Я закажу и буду наклеивать уже сама. Так, ну и что я еще купила в этом же магазине? Купила вот на работу такой вот кофе. Три в одном. Карамель. Такой вот кофе. Два пакетика Nescafe. И вот такой вот обычный чай в пакетиках. А еще помните мои ножи, которые я заказывала на Валберес в такой большой красивой подарочной упаковке? Да, я ими пользуюсь. Все мне очень нравится. Но я никак не могу купить для них подставку. Видела на Валберес. Но вот что-то как-то пока никак не закажу. Приезжала Маша на выходные. И подсказала вот такую идею. Вернее, она и сама это сделала ради прикола. Смотрите, обычный горох. Обычный горох она засыпала в банку. Баночка у меня такая вот стояла. Жестяная. С крышкой. Крышку убрали. Насыпала гороха туда. Смотрите, как круто все получилось. Они так хорошо туда втыкаются. Она говорит, мама, оставляй все так. Смотри, как это прикольно смотрится. Да, действительно. Действительно это прикольно смотрится. В общем, оставлю так пока. Пока не куплю или наполнитель. Есть наполнитель или такая специальная подставка для ножей. Говорю, вам видела ее на Валберес. Ну, так мне даже тоже очень нравится. На этом я буду заканчивать свой ролик. Всем спасибо за просмотр. Поддержите канал подпиской. Ставьте пальчики вверх. И увидимся с вами. Мы уже совсем скоро в новом видео. Всем пока-пока.